Товарищи, не стесняйтесь, начинайте сразу. Можно музыкантам, исполнителям, можно композиторам. Да, пожалуйста. В чем разница в ощущениях между классической музыкой и вот такой вот концептуальной, которую сегодня мы слышали? Вопросы. Вам. Вам тяжелее физически дирижировать. Микрофон. У меня слышно? При дирижировании такой музыкой меньше устаешь физически, но больше устаешь интеллектуально. Внимание не имеет права рассеиваться ни на секунду, потому что промедление смерти подобно. И всякое может случиться и с музыкантами, и с самим дирижером. Есть разный тип музыки. Ну вот скажем, в Оленом сочинении у дирижера роль самая простая. Он выполняет роль, так сказать, регулировщика движения. И там практически нет смен размеров. Там нужно следить за синхронностью игры и за более-менее за точностью выполнения нюансов для того, чтобы вот эта вот циркулярная идея, ну циферблата, чтобы она действительно возникала в ушах у слушателей. А вот, например, в сочинении Антона Сафронова или в последнем сочинении сегодняшнего вечера, в сочинении Андэша «Игрушки живые» Это дирижерский ад. В прямом смысле. Правда, музыкантский тоже, то есть мы мучаемся не один. Мне много доводилось тяжелого дирижировать, но это вот, пожалуй, в связи самого-самого-самого трудного, что когда-либо доводилось. Это та музыка, которую надо выучивать наизусть. Ее по нотам, с листа прочесть невозможно. Ну, конечно, может произойти всякое, а эмоциональное, опять же, смотря как. Вот Антона сочинение очень сильно выматывает эмоционально, и Аббетс выматывает очень сильно эмоционально, потому что там образы, они настолько, почти, физиологические, что и начинаешь сам себя ощущать этим ребенком, который играл-играл в «Солдатиков» и доигрался. Там вроде как шутки, но это очень экстремальные шутки. Кстати, забегая, может быть, вперед, если у кого-то возник вопрос, это сочинение написано было 22-летним автором. То есть это уже давно написано, и это, в общем, молодежная музыка в таком хорошем смысле слова. Она абсолютно экстремистская. Вот, и это дирижировать очень-очень тяжело. А ощущаемо все равно это как музыку. Это музыка, это звучащая речь, звучащий язык, который мы научились до времени петиции и подготовки понимать как язык, и дальше пытаемся этим языком разговаривать. Вчерашняя программа была о возможности перехода в вечность, ну и что с этим связано. А сегодняшняя как раз о мире, который забыл о том, что есть вечность и живет только во времени. Ну, я вам должен сказать, я совершенно не задумывался на все эти темы. Я стараюсь действительно строить программы так, чтобы их было интересно слушать, и чтобы была в них какая-то логика. И вот если вы упомянули вчерашнюю программу, для меня есть абсолютная логика движения от буддизма Харви к буддизму Батагова. И, как ни странно, у Тавина с Шнитки обнаруживается тоже достаточно много общего. И я даже не видел, хотя я думаю, что Эдисон Васильевич Денисов со мной бы не согласился, я не видел даже большого противоречия в звучании после его симфонии, на определенном расстоянии, от того сочинения, которое мы вчера закончили. Но это для меня. А вот что касается сегодняшнего, я думал немножечко о других вещах. Я думал меньше о философии, я думал больше просто о звучащей материи. И с точки зрения звучащей материи сам метод работы с материалом, метод прорастания материала, которым, скажем, мы начали с сочинения Нассена, он как бы самый классический из всех авторов. Кстати, он был дирижером ансамбля симфонеты, когда они приезжали в первый раз. Он здесь, в Москве, стоял на сцене и дирижировал. Он до сих пор очень активен в роли дирижера. И, кстати, хочу сказать, что он очень любит и много играет русскую музыку. В частности, он большой фанат симфонии Николая Яковлевича Мисковского. Причем в основном тех, которые вообще никто не играет. Например, он играет десятую, тринадцатую симфонию. Вот самый-самый-самый такой экстремальный Мисковский – это вот его любимые сочинения. Так вот, эта музыка, мне кажется, очень логически продолжалась сочинением Андерсона, который уже на совершенно ином техническом уровне и просто другим языком разговаривает другого поколения человека. Но он абсолютно так же работает с материалом, как его учитель. И я почувствовал, что, хотя Антон Сафронов – продукт совсем иной школы, но в его сочинении есть какие-то общие, с моей точки зрения, ты можешь со мной, Антон, не соглашаться, но есть определенные общие. Для меня то общее, что соединяет Нассена, Андерсена и Сафронова – это Стравинский. Источник у них в общем один, только разный. Есть Стравинский русского периода, есть Стравинский додекафонного периода, есть Стравинский неопластического периода. Тут надо еще понять, откуда, из какого Стравинского это вырастает. Точно так же, как я почувствовал очень странную связь между 80-летним Бёрдвестлом и совсем молодой еще Ольгой Бачихиной в их подходе к организации звучащего материала и какой-то такой воздушной, искристой ироничности. Хотя Ольга со мной не согласилась, сказала, что никакой ироничности в ее музыке нет. Все абсолютно серьезно. Вот. А мне она показалась такой… Оль, ну ты не обидишься, если я скажу, как я… Никого из них. Нет. Я сказал, что для меня это эквивалент музыкальной шкатулки 21 века. Вот эти часы шагов. А когда я слышал Бёрдвестловские птички… Вы видели вообще эту картину? Свитча, свитча-машины. Это такие странные, неуклюжие какие-то головы птичек, прикрепленные каким-то металлическим палком. Вот и палки крутят, и птички как бы чирень крутят. Очень ржавые птички. И палки тоже уже бывшие в употреблении. Я почему-то все равно вспоминал советскую мультипликацию, анимацию. Такую серьезную анимацию 70-х годов. Но это, на самом деле, есть же 78-й год. Это как раз вот то самое время. Ну так вот, очень интересный мостик, мне показалось, построился от 78-го года к нашим дням. Вот. А Адесом мы закончили не потому, что я в нем вижу как бы продолжение музыки вообще единственный выход. От них нет. Просто Адес для меня, он вообще не вписывается ни в какие рамки. Он сам по себе композитор. Он ниоткуда взялся. Хотя можно там тоже у него найти каких-то предков. Он, например, вот Яначика обожает и французов любит. Но он такой с миру по нитке Адесу Рубаху. Притом он никого не цитирует. Он единственное, что цитирует вот четвертая часть этого сочинения. Ну очень странное название имеет Hell's Death. Там написано H.A.L. Вот его смерть. Что такое H-A-L? Это компьютер из фильма «Космическая Одиссея» 2011 Стэнли Кубрика. Его звали Hell. Heuristically Algorithmic Machine, по-моему. Вот. И этот компьютер начал вредить астронавтам. И они его демонтировали. Вот. И он когда умирал, он им спел песенку. Daisy Bell. И вот когда он эту песню пел, он, естественно, пел все медленнее и ниже. И вот поэтому там в этой части соло огромная контрафагота и контрабаса. Это такие детские, странные, немножко наркотические мечты, я бы сказал. Он явно что-то такое перепробовал в 90-е годы. Экстази. Я полагаю, что это экстази была. Вот. Но просто это самое яркое сочинение в этом, где еще услышишь разговаривающую трубу. Вот поэтому мы это поставили в конце. А никаких мыслей о вечности у нас не было. Спросите что-нибудь у наших английских коллег, пожалуйста. А то вот они приехали, весь вечер работали, что-то их спросите. И я думаю, что, конечно, произошли большие изменения, потому что, когда я первый раз вместе играл, это был в 1996 году. А после шестого года. Да, дирижера была тогда Оливер Натсон. И, конечно, аудитория, она как застыла после нашего концерта, после исполнения. Она вообще не знала, как реагировать. И сейчас я вижу, что вы уже знаете здесь, как реагировать. Аплодисменты. 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 Очень приятно, что концерты такой музыки стали уже нормальным явлением, что люди идут слушать такую музыку точно так же, как они пошли бы слушать совершенно другую музыку. То есть уже как бы это принято. Извините, просто у нас тут один микрофон на всех. Последнее касалось того, что очень приятно, что люди ходят на концерты сейчас такой музыки точно так же, как ходят и совершенно на другие концерты. То есть эта музыка стала общепринятым явлением. В лондонском соседнем оркестре филармоническом была, когда я пришел туда, очень большая проблема с публикой, потому что публика была очень консервативная, очень определенного возраста. То есть это такая вот типичная филармоническая публика. И мы постепенно, с годами старались сознательно работать таким образом, чтобы не потеряв ее, потому что эти люди для нас тоже очень дорогие и важны, привлечь какой-то совершенно новый пласт. И вот сейчас уже через 7-8 лет такой активной работы, особенно когда в наших программах возникают либо ультрасовременные имена, либо классики авангарда, такие как Вигети, Пенда Лойс Циммерман, как, между прочим, и наши авторы шлифки, Денисов Сильвестров, даже ранний Сильвестров, когда мы играем, приходит очень интересный пласт людей, не музыкантов и нетипичных посетителей симфонических концертов. Молодые бизнесмены, молодые ученые, люди из... даже не гуманитария, а техническая интеллигенция или просто люди вот из сити, как они их называют, банкиры, они приходят специально на эти концерты. В том числе и потому, что после этого очень часто устраиваются вот эти неформальные встречи, причем здесь-то вот мы-то чинарем сидим, а там вот это все происходит в баре, и, так сказать, разного рода напитки тоже можно приобретать и тут же употреблять. У нас еще и концерты бывают ночные, на которых прямо с Кока-Колой и с пивом можно входить в зал, только нельзя сорить, там мусорить, ну слушать музыку можно вместе. Это альтернатива. Не только, не только, мы и симфоническую музыку так иногда играем. Если мне филармония даст такую возможность, я знаю, но филармонии их пока нет. Вот я предлагал, кстати, вчера, чтобы мы... Просто чтобы... Нет, чтобы мы сделали концерт из четырех произведений, а Батагова потом играли как ночной концерт, но вот побоялись, сказали, что у нас должен быть один концерт, и он должен кончиться к такому-то времени. С моей точки зрения, сейчас те люди, которым эта музыка нужна, они бы остались, и так они бы еще на полчаса позже посидели и где-то... С моей точки зрения, просто для любой музыки должно быть правильное пространство. Вот пространство зала Чайковского, оно не очень как бы идеально подходит для современной музыки, с моей точки зрения, хотя сегодняшний эксперимент вроде как удался, да. Ну, в принципе, мне кажется, что уже сейчас мы можем быть смелее, люди нам доверяют, и мы можем вот и вот здесь, в этом фойе, какие-то произведения играть. Да. И, например, вот в Оленом сочинении я бы мечтал вот таким образом играть, чтобы публика сидела вокруг музыкантов, а музыканты были в центре. Потому что тогда вот без помощи электроники ощущение вот этого кругового движения, или можно было бы что-каузны, группы, или каре сыграть, просто расставить музыкантов, а публику посадили в центре. Ну, в общем, я к чему все сказал, что в Лондоне нам тоже довольно трудно приходилось, но сейчас вот уже привыкли, и мы имеем очень большую поддержку со стороны наших устроителей концертов, в Саутбанк-центре прежде всего, и благодаря этому приходит самая разная публика, и, в общем, каждый получает то, ради чего он приходит. Вопрос к музыкантам. Хотелось бы из первых устусов. Ты сначала. Не тиран, в принципе. Нет, он не тиран. Это просто прекрасно, чтобы у вас было очень замечательно, чтобы выкручить музыку. И потому что... И потому что... Это очень отличная работа с командой, который специализирует, и просто делает музыка контентрической, но когда у вас Владимир, который делает все, 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 романтические музыки, это просто приводит к новому дименции, Это замечательная работа с таким потрясающим музыкантом, как Владимир, потому что было бы, наверное, очень трудно работать с дирижером, который занимается только современной музыкой. Он сказал, что было бы трудно, он сказал, что это другой специфик, работать с дирижером, который занимается музыкой. Он сказал, что он не хотел бы. Но ему приятнее, потому что он сказал, что такой дирижер, как Владимир, он такой дирижер, как Владимир, который работает с самой разнообразной музыкой, с романтической, со всем спектром, он сказал, музыки. Это придает творчеству тоже такой масштаб, который был бы без этого невозможен, потому что все пласты музыки охвачены, и, безусловно, это делает работу такой интересной. Я не думаю, что время существует в музыке ниже. Но я думаю, что что Гаррид сказал, что это очень важно, что conductors, которые делали все классические вещи, которые делали классические вещи, как модерн и романтические вещи, мы, как игроки, мы специалисты группы в лондонской симфонете, но все из нас играют в другом месте. Я играю барокскую музыку, я играю галлетки, я играю музыку, и другие игроки играют в другом месте. Мы все начинаем музыку, и они все комплименты. Это очень важно, я думаю. И еще я здесь хотела бы добавить тому, что сказал Гаррид, потому что мы все музыканты, которые собираются играя в лондонской симфонете, мы же еще работаем тоже в других местах, и мы играем самую разную музыку, и порочную камерную музыку, и романтическую. И поэтому так важно, чтобы здесь представлены все виды музыки, классической, романтической, современной музыки. Это делает, конечно, нашу работу такой разнообразной. Звучать еще раз, кроме как здесь. Насколько она интересна в Лондоне? Если вопрос, сколько я потратил времени на вылочку этих партитур. Из шести произведений, которые мы играли сегодня вечером, пять я исполнял впервые в жизни. Единственное сочинение, которое я играл уже много раз, это хоровод Андерсена. Я его хорошо знаю. Все остальные сочинения я учил заново. Ну, как вам сказать, вот когда это было запланировано, пожалуй, по-моему, год назад мы начали разговаривать о фестивале. Где-то в январе мы встречались с руководителем Лондона симфонеты и договорились о программе. И когда они сказали, что... Ну, это я им предложил, и они сказали, что с удовольствием сыграют те произведения, которые в оркестре, в ансамбле являются репертуарными. И они предложили сочинения Нассена, они предложили Бёрдвестла, предложили Андерсена, Адеша. Было еще несколько сочинений. Я сказал, что обязательно должны быть русские, российские авторы. И мы, в общем, согласились, что будет четыре английских сочинения и два российских. Российские сочинения предложил я, а английские предложили они. Так вот, я сразу же начал их учить. В общем, приблизительно полгода работы это ушло у меня. В особенности долго я учил игрушки. Ну, и хроность тоже очень долгое время занял. На самом деле, у меня ощущение такое, что процесс с этим сочинением... Вот только когда сыграл концерт, тогда ты только доходишь до кондиции, когда можно начинать репетировать. Ну, это правда со многими сочинениями так бывает. А что касается, собственно, работы с музыкантами, мы провели четыре трехчасовых репетиции в городе Лондоне 27 и 28 октября. Ансамбль прилетел в Москву вчера. И по окончании вчерашнего концерта мы встретились с ними на сцене и еще ровно час репетировали хронос. И сегодня, так как Оля не могла присутствовать в Лондоне на репетициях, у нас была репетиция с ней по скайпу. Она была в Москве на скайпе. Они согласились продлить генеральную репетицию на полчаса. Сегодня была генеральная репетиция еще три с половиной часа, где мы, в общем, минут сорок-сорок пять устанавливали звук в вольном сочинении. Вот, вот все, вот все, что мы провели. Два дня в Лондоне и, в общем, день с хвостиком здесь. День с хвостиком здесь. Про проекты? Ну, я очень хотел бы сам еще эти сочинения играть. Я очень надеюсь, что вот и сочинение Оли, и сочинение Антона мне еще ужасно показать и в Лондоне, и в Берлине, и в других местах. У меня есть одна проблема, в которой я вот открою секрет, грустный для меня секрет. Я не имею права выступать с Лондон симфонией в Лондоне, потому что мой лондонский филармонический оркестр имеет для меня эксклюзив. У меня стоит в контракте, что я не имею права выступать ни с одним другим лондонским коллективом. К огромному, к сожалению. Поэтому мы хотя давно уже с ними пытались найти какую-то точку соприкосновения, но вот в итоге нашли ее в Москве. Поэтому я еще вдвойне благодарен ансамблю за то, что они действительно приехали, сейчас в это время, когда в основном, так сказать, не приезжают. Вот, и провели этот концерт с нами, потому что это и мне дало желанную возможность вот с ними наконец-то поработать. Совершенно имеющие отношения к музыке прямого, кроме как слушателей, уже несколько лет посещали разные Ваши концерты. И в связи с этим вопрос, как Вы оцениваете просветительскую эту деятельность за последние несколько лет в Москве? Как изменилась публика или нет? И какие планы? Про планы я сейчас не буду говорить, с Вашего позволения, потому что планы, в общем, ну, они видны из филармонических афишей. О тех, которые не видны, еще нельзя рассказывать. Вот, но мне очень радостно, что сегодня, например, пришло столько народу. Это, я знаю, что на другом пространстве постепенно, так сказать, собиралась публика, все больше и больше. Но, что вчера было столько народу, я не ожидал. И сегодня даже, это очень большой зал для новой музыки. Обычно, я сам ведь когда-то начинал, 20 лет назад, дилижируя ансамблями современной музыки в Берлине. У нас больше 50 человек никогда не собиралось. Ну, мы, правда, играли в таких залах, где они не рассчитывали на большее количество. Так что мне очень-очень приятно, что люди оказывают нам такое доверие. Я понимаю, что не всем все то, что я делаю близко, это и не может быть. Но если хотя бы интересно и приходят, а еще лучше приходят и не уходят, это здорово, это прекрасно. Но для меня вот больше всего радует, что такой действительно теплый прием оказались живым, присутствующим авторам. И вчера, хотя это совершенно другое сочинение было, и вот в особенности сегодня. И Ольге, и Антону, потому что для них это огромное дело. И на самом деле для меня это тоже, потому что я вот еще раз повторю, для меня любое сочинение это как ребенок, который с моей помощью, Акушерской, появляется на свет. Не всегда все удается, как хотелось. Да, естественно, без Кесарева. Поэтому вот сегодня два таких, по-моему, очень красивых ребеночка появилось. Это симпатичный, да. Пусть они живут и развиваются. Так что публике огромное спасибо за доверие и за интерес. Концерты для солирующих инструментов, но в крайнем случае для голоса. Сейчас можно сочинить концерт для танцора с ансамблем, где танцор не будет только выполнять какую-то хореографическую визуальную роль, а будет частью музыкальной партитуры. И, ну вот, кстати, маленький-маленький кусочек сочинения Адеса сегодня тоже, когда он описывал бой быков в этих мечтах мальчишки, если вы заметили, там музыканты кладут свои инструменты и начинают хлопать в ладоши, в одном месте дирижер тоже начинает хлопать вместе с ними. Это можно воспринять просто как такой залихватский жест, почти юмористический, но, с моей точки зрения, это очень важный колористический момент. Если даже слушаешь диск, у тебя нет ощущения, что это чужеродный звук. Это все возможные, так сказать, как бы дополнительные краски в палитру современного искусства. Я просто хотел сказать вот о чем. Для того, чтобы проводить такого рода эксперименты, где можно смешивать свободно разные искусства, у этого искусства должен быть дом. Проблема в России, по крайней мере в Москве, что нет ни одного посвященного современному искусству и главным образом современной музыки – здания. Мы все пользуемся чьими-то зданиями заранее построены. Вы посмотрите, что происходит в Париже, где для новой музыки выстроен целый город. Там же и консерватория, и там этот прекрасный зал, «Lacité de la musique». Но это только потому, что Пьер Булет в свое время очень дружил с президентом Франции, и у него был хороший министр культуры, который интересовался музыкой. Вот и все. Без этого ничего не будет. На частные деньги можно построить оперный фестиваль, потому что оперный фестиваль себя будет окупать. Это искусство никогда не будет себя окупать, и в этом его прелесть. Поэтому пока государство не займется современным искусством, мы все равно будем перебиваться вот этими крохами, и, к сожалению, мы же ведь филармонию этими концертами, извините, разоряем. И это честь и хвала филармонии за то, что она берет на себя такой фестиваль. Но я считаю, что... Я вот являюсь художественным руководителем оркестра, одного из главных оркестров страны. У нас нет дотации от государства для того, чтобы заказывать у авторов новые сочинения. Нам никто на это не дает денег. А зачем? Авторы должны быть благодарны, что их играют. Вот на таком уровне все. Да, мы продолжаем жить в общем, извините, в феодальном обществе с точки зрения музыки. Но это очень важно. Это очень важно, чтобы хоть у кого-то открылись уши, глаза и заработали мозги в этом направлении. И вот я надеюсь сейчас вот, если мой контракт действительно продлится, я попытаюсь воспользоваться данной мне, ну не властью, но ответственностью вот этой вот, чтобы хоть что-то пробить. Потому что я нахожусь в крайне неудобном положении перед композиторами. Я прошу их писать нам сочинения, но я ничего не могу предложить взамен. Потому что я же не могу эти деньги отнять у своих музыкантов. А в филармонии их денег тоже нет. А чем, извините, композитору зарабатывать себе нахпед? Ну хорошо, кто-то преподает, кто-то пишет, кто-то вообще работает. В других смешных областях. Но это ведь есть наша интеллектуальная валюта. Это наш золотой фонд. Между прочим, советское правительство, как к нему не относились, это очень хорошо понимало. Все, больше я над тем, о чем говорить не буду. Спасибо.